Тренировки можно считать эффективными и полезными для здоровья, если из тренажерного зала спортсмены выходят бодрым и веселым. Спортсмены клуба «Спартанец» теперь готовы проводить в любимом зале целый день. У них есть возможность не только заниматься спортом, но и отдыхать. Настольный футбол и аэрохоккей в игровой комнате появились благодаря финансовой поддержке компании «Сойкусбас». На эти цели угольщики выделили порядка 90 тысяч рублей. Ребят, я смотрю, вам аэрохоккей очень понравился. Да. Конечно. А что понравилось? Потому что, когда вот голы забиваешь, надо сконцентрироваться. И это очень весело, очень интересно. Защищать надо, чтобы не забили. Да. Не ворон ловить, как говорится. В дополнение к играм – профессиональная беговая дорожка, на которой теперь круглый год могут тренироваться легкоатлеты. Она абсолютно безопасна даже для бегунов с диагнозом ДЦП. Дорожка сама подстроится под скорость спортсмена. Таким подарком рады не только спортсмены, но и родители, которые понимают, что для их особенных детей такая эмоциональная разгрузка – еще один шаг на пути к выздоровлению. Концентрация движений, потому что эта проблема у них очень большая. Надеемся, что в будущем все постепенно будет. В теннице сложнее играть, например, в настольный. Там нужно стоять. У нас не может стоять. Держать за сам стол можно играть в аэрохоккей. Мы уже на них равняемся. Во-первых, начали заниматься спортом, потому что, ну, как отставать? И надо и поддерживать. А вот то, что касается… Ну, я не знаю, они только начинают играть, они только же установили. Ну, вообще, конечно, она в большом восторге. Во-первых, это, да, вот как Светлана сказала, все эти плюсы. Плюсы – это развитие внимания, это концентрация, конечно, это координация действий. То есть здесь вот чисто такие навыки, что это спортивное – да, что здесь есть к спортивному прямое отношение. Ну, и положительное – да, что еще, кроме того, это, конечно, только эмоции положительные. Это радость большая, это возможность разгрузиться во время тренировки, да, немножко как бы отдохнуть. Ну, только плюсы и только радость. Вот здорово, очень хорошо, замечательно, большое спасибо. Несмотря на невероятную популярность игровой комнаты, к тренировкам спортсмены относятся так же серьезно, как и раньше. Расслабиться себе позволяют только в перерывах или после занятий. Но, по словам тренеров, ходить на занятия стали даже те ребята, которые раньше могли иногда пропускать тренировки.